Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 города. Кольцевые такие, где можно быстро ездить. Вот такую мы выбрали. В общем, почти что на окраине были. Ну, сколько машинов, смотрите, едет. Все со светом. Положено так в Канадостане. Сейчас мы будем вливаться в хайвей. Амон Кобелос. Кобелос, охотники. Сдрогнуло ваше сердце? Нет? Хороший магазин. Еще нет, тетя Оля. Смотри. Все, тетя Оля, левый поворот и потихонечку. Ага. Если кто-то будет ругаться, я достану ствол и все. Так, а что я? Зачем я включил камеру? Что хотел вам показать? Не знаете? Я тоже не знаю. А, погода, погода у нас. После морозов так раз-раз началось потепление. Там 14, 12, 10, 6 градусов. И это, ну, вот сегодня где-то так 5, 6. Так это, ну, прямо как лето. Прямо не так хорошо. А вот река. Не замерзла, да? No ice? No. Ага. Река не замерзшая, пацаны. Окупаться можно, рыбачить можно, охотиться можно. Только вон там лединки какие-то. Ага. Альбер караус, мама. Ага. И так прем по объездной дороге в аэропорт. Провожаем ребят в аэропорту. А на улице весна и самолеты. Потому что елочка стоит. Новый год вовсю в разгаре. И народ Курган. Окей. Жалко. Выпустил момент. С моста там, с высоты так, с горка хорошо было видно. Огромный такой сабдивижн, скажем так. Это окраина города. Ну вот эти дома уже приличные. Теперь лет 10, может. Снег на крыши тают. Смотри, как тепло. Забор построили. Это от шума, чтобы от трассы. По-моему, новый построили. Ну это тянется туда прямо на очень далеко. Это большие такие микрорайоны, скажем так. Ну и просто смеху было видно хорошо. Знаете, как близко дома друг к другу лепятся. То есть с этим у людей проблем нету совсем. Проблем нет совсем, знаете. Если 2-3 метра или 5 метров друг от друга построить. Ну прикольно так. Гаражи есть у каждого, конечно. Ну и если эта фирма начинает строить, то под один фасон все рубят, рубят, рубят. А потом это раз и другой фасон там пойдет. Видите, вот эти крайние по приколу там. И мезонинчики всякие, и камушки всякие. Или что там. Что-то у них хачит, обгоняет. Настояла сегодня, чтобы она поедет. А я чтобы расслабился. Вот я сижу, кузо чешу. Ничего себе, там олен вкувете лежал. Ага. Остатки уже. Ну... Вырвались на степи. И поедем к себе домой. Я так радуюсь каждый раз, когда из этого взбаламошного, суматошного, серого такого города выезжаю и к нам в наш спокойный мир. Ребята на снегоходах. Что-то тут маневры какие-то делает. Заправка. Бензин 87,4. Представляете? У нас дороже, да? У нас 90 центов. А то и 92 цента канадских. А здесь 87. Собаки! Что хотят, то и делают. Итак, помчимся домой. Катюша с Робином уехали. Говорят, не успеете обглянуться. Мы опять припремся. Я говорю, мы замки поменяем на всех дверях. Шучу, конечно. В июне. Если все будет хорошо, приедут в отпуск опять. Ну вот так вот. А мы побежим домой. Мы речку не забыли. Мы их не получили. Только не получилось. А, вон они, по сути. Ох, далеко. Оно не видно как-то. Не получилось. Шесть штук. Ага. Да-да-да. Здесь всегда показывают, что аварийный участок. Так оно и есть. Ночь бегает. Вот и сюда. Ну, видишь, не заметил. А мы не взяли на камеру. Ну, ты что, вообще не сфотографировала, что ли? Ну, не получилось. Ну, даешь. Ну. Мне ребята иногда спрашивают, в чем хожу на охоту. Или в чем предпочитаю. Хоть на охоту, хоть на рыбалку. Всю зиму как не вылазишь из таких сапог. Я уже многим не однократно рассказывал. Ну, хочу вот это воспользоваться моментом и показать. Литые резиновые сапоги с волочными вкладышами, типа валенок. Ну, я считаю, это лучше оптимальный вариант. Лучшего я просто ничего не вижу вокруг этого, конечно. Ну, и дешевые серти. Это можно каждый день покупать и выбрасывать. Это не такие вот такие, тоненькие, с мягкой резиной больше года не держат. Это резина помощнее. Они сразу стоят подороже. Но есть на всякий, знаете, выбор. Хочешь за 50 баксов, хочешь за 100, хочешь за 150. И вот вытаскиваешь эти волочные вкладыши. И суша их, видите, вот здесь из регистра идет сухой горячий воздух. Такое отопление, в принципе. И еще вкладыши из старых таких. Вот таких очень много, когда резиновые сапоги рвутся. А вот эти вот останутся. Я из них беру, вырезаю в стельки и вкладываю туда. И это одного лучше в два раза улучшает, защищает. Но камера взял не для этого, чтобы трепаться о каких-то сапогах и валенках. Пришли ребята. А это помните, к нам приезжал монах, привез нам эту штуку, машину, чтобы этих гусей требушить. И я его это прошел, пытал на счет одного вещча, одного продукта. И вот ребята вот задержались, они этот продукт нашли. Видите, что такое? Многие из вас уже, наверное, угадали. Облепиха. Это ягода облепиха. В Канаде, что меня поразило, знаете, она есть. Она встречается и есть у фермеров, у которых вот это. Ну, где ходишь и сам рвешь ягодки, да, и это. Ну, и потом заплатил и пошел. И у них вот такая ягода есть, облепиха. Ну, в отличие от нас, они это, относятся к ней с ним по-другому. Короче, это, собирают они ее где-то аж в декабре. И несколько раз я с ними договаривался, мол, позвоните мне потом, когда это. И они, бах, там, когда в декабре там позвонят. Ну, нафиг, блин, на улице минус 20, минус 30, я пойду сейчас ягоды собирать, правильно? Ага. Почему они это делают, выяснилось. Потому что это, кусты колючие сильно царапаются, то есть все, ага, зимой. А зимой чуть проворонишь, или зима там не такая, или то и все. Это и птички ее могут склевать. Ну, в одном плане хорошо собирать ее зимой, когда она вся, вот я сейчас попробовал, она вся хрустящая внутри была такая, знаете, такая, ух, птичка. Это, ну, замерзшая. Потому что если она сейчас растает, то это, клетки там это, размерзлись, и это... Да, короче, для виноделия хорошо, вино делать нужно. Ну, не знаю, хватит у меня терпения набрать пару ведер, чтобы делать вино, не знаю. Просто хотел вам показать. Есть облепиха в Канаде, и ее можно собирать и кушать. Вот такие вот дела. Вот так вот.